Хей-хей, всем привет! Наконец-то настало время ответить на ваши вопросы, и как я планировала, ответы выпадают на это видео. Итак, первый вопрос. Ты давно рисуешь? Я с малых лет увлекаюсь рисованием, и не так давно всерьез занялась этим. Второй вопрос. Чем занимаешься в свободное время, когда не хочется рисовать? Скорее всего, как и многие, либо читаю книги, либо посмотрю сериалы, но в основном играю в игры на компе. Третий вопрос. А будут еще диаваи? Да, будут как только накопятся идеи, и будет время на съемку, а то в обед, когда ярко солнышко светит, я учусь, а вечерами снимать особо неудобно, так как мало света и неудобный ракурс для съемки. Четвертый вопрос. Что сподвигло тебя создать канал на ютубе? Может быть, от нечего делать, но скорее всего, мне просто хотелось двигаться дальше и познавать что-то еще. Ведь благодаря ютубу я научилась редактировать видео, музыку, голос. Хоть еще не очень хорошо, но это все-таки что-то новое для меня. Пятый вопрос. Кроме риса ваших, ты к чем-нибудь еще увлекаешься? Оооо, перечислять много, но в основном рукоделие. Лепка из глины, плетение фенечек, плетение из бисера. Да ешкинку от всего, да понемногу. Шестой вопрос. А заказы бесплатные? К началу были да, но теперь нет. Их слишком много, и чтобы у меня был стимул их выполнять, они стали платными. По стоимости зависит от формы заказа. Скорее всего, я опубликую цены, чтобы не задавалось таких вопросов вновь. Седьмой вопрос. Портреты умеешь, карандашом простым рисовать. Ну, постараться могу, но это у меня пока что плохо выходит. Восьмой вопрос. Когда начнешь доделывать заказы? В конце сентября постараюсь уж доделать. Девятый вопрос. А вы ведете скетчбук или артбук? Ну, или смешбук? Просто очень хочется посмотреть на ваши заготовки. Я очень долго не могла разобраться, что значит скетчбук или артбук, и так далее. Не закидывайте меня тапками. Ну да, они у меня есть. Может и сделаю на них обзор как-нибудь. Хотя это будет больно стрёмно. Так, ладно. Десятый вопрос. Так ты анимешница? Раньше была. Прям тащилась от аниме, покупала всякие сумки, различные брелки, кружки, наклейки. А сейчас простая любительница, которая смотрит их редко. Одиннадцатый вопрос. Какая твоя последняя прочитанная книга? Понравилась ли она тебе? Может, я вас удивлю, но я читаю зачастую книги моей бабушки, то есть в послевоенное время. И одна из таких книг, которая была прочитана не так давно, это «Живая душа». Так сказать, сборник историй от Геннадия Юшкова 1978 года. И да, она мне понравилась. И многие истории просто доводили меня до слёз. Но она вряд ли, она заденет современного читателя так, как и меня. Хотя любители драмы это могут оценить. Двенадцатый вопрос. Я очень хочу увидеть что-нибудь твоё личное. Как оформление личного дневника, книги «Уничтожь меня» и так далее. Надеюсь, ты снимешь подобные видео. Ну, личный дневник, а конкеты обо мне я сниму, но в качестве обзора, так как он у меня почти законченный. А вот «Уничтожь меня» это может и проблема. Просто у меня нет этой книги. Да, я её не покупала, потому что эта тема больно заезженная. Даже такое ощущение, что у каждого четвёртого она есть. Тринадцатый вопрос. Мне бы твоё воображение. Откуда ты берёшь такие идеи? Идеи у меня появляются от настроения или музыки. Даже простая прогулка мне неплохо вдохновляет. Четырнадцатый вопрос. А ещё будешь рисовать комик? Да, но в целом я хотела нарисовать комикс. Как мини-историю, но от чё-то руки не доходят. Пятнадцатый вопрос. Вы учитесь на дизайнера? Неа. Я просто технолог общественного питания. Шестнадцатый вопрос. Перевод. Я могу купить ваши картины? Смотря какие. Большая часть моих рисунков нарисована в обычной тетраде в клетке. Поэтому картин на листах большого формата у меня особо нет. Семнадцатый вопрос. Какую акварелью ты рисуешь? Честно, рисую обычной, детской акварелью. Я недавно купила акварель медовую, 36 цветов. И я хз, почему, но они именно мне нравятся. Восемнадцатый вопрос. С какого ты города? Я из Волгограда. Девятнадцатый вопрос. Гуашью рисуешь? Раньше рисовала, но уже год, как они у меня пересохли. Я ведь тоже рисую обычными, детскими. А они долго не хранятся в жутком состоянии. Так как они имеют маленький срок годности. Двадцатый вопрос. У тебя есть питомцы? К сожалению, нету. Но очень хотелось бы завести мопса. И на этом все. Мой рисунок готов. Если что, это мой персонаж из Sims 3. И также я ответила на ваши вопросы. Хоть и не на все, но, надеюсь, вы это оцените. Всем удачи и спасибо за внимание.